Фёдорова Александра, редакция гуманитарной и публицистической литературы. Сегодня я вам расскажу о новинках первого квартала и немножко напомню о книгах, которые у нас уже выходили, о наших бестах. Так, начну я, конечно же, с новинки, с нашего бестселлера Николая Викторовича Старикова. Не переключается ничего у нас. Не торопись там, медленно ничего. Нам нужна первая страничка. Николай Викторович, известный российский публицист, политик. Наиболее известные его книги, которые выходили в нашем издательстве «Шершеля нефть», «Почему мы платим дань Америке», «Россия, Крым, История», «Кризис, как это делается». У него вышла новинка «Ненависть к хронике русофобии». В своей новой книге Николай Викторович анализирует и иллюстрирует причины такого актуального для нас сейчас явления, как русофобия. Он достаточно много внимания в своих работах уделяет этой теме. Также выделяет суть и корни современной русофобии. Анализирует ее влияние на современную политику, российскую внутреннюю, внешнюю и геополитику в целом. Книга эта у нас выходила в августе. Она у нас достаточно большого формата получилась. 70 на 100 в 16-ю. Картину для обложки нам предоставил Ника Сафронов. Книжка будет интересна читателям, которые интересуются политикой российской и геополитикой в целом, а также поклонникам творчества Николая Викторовича Старикова. Также у нас продолжает пополняться серия «Николай Стариков рекомендует прочитать». Напомню, что относительно недавно летом и в сентябре у нас выходили две новинки. Это «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова». Автор на основании малоизвестных в нашей стране советских, американских и японских документов раскрывает и рассказывает политику и стратегию СССР относительно Японии, в том числе и в годы Второй мировой войны. Анатолий Кошкин, напомню, историк, публицист, доктор исторических наук, профессор, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны. Книга будет интересна историкам, специалистам по русско-японским отношениям, но и массовому читателю эта книга тоже может быть интересна. Еще одна книжка, которая у нас выходила в этой серии – «Словарь патриота Отечества», составленная Николаем Викторовичем Стариковым, Федором Попаянием, Прохановым. Ключевая идея словаря – это дать соотечественникам однозначное толкование таких понятий, как русский мир, отечество, родина, патриот. Навигаторам для ориентации сложных вопросов, которые касаются исторического пути в России, слушают как раз-таки смысловое ядро, которое разработали авторы этого словаря. Книга будет интересна для читателей, которые интересуются современной публицистикой, а также людям, которые хотят разобраться в трактовке терминов и понятий, которые составляют основу идеологии России. До сих пор нет звука, коллеги? Слышно меня? У нас есть, но это что-то уже на местах, наверное, надо смотреть. Звук у нас есть. Антон, не у всех звук есть. А у вас есть вообще? У меня есть. У всех, у нас у всех есть, нету Моторуева, у Моторуева, у Моторуево. У Наташ тоже многих. Пишут, нет ни картинки, ни звука. Только что было, да? Ирина Хиценко. Ты же что запускаешь? Вы еще не начали? Мы уже рассказывали, у нас не все слышат, не все видят. Добрый день, Светлана пишет, нет звука. Сейчас коллеги будем... Да, подождите тогда. Пожалуй, продолжим. Антон пошел решать вопрос. Отец, подожди, Антон. Ну, давайте чуть-чуть, пять минут технического перерыва. Паузу, давайте сделаем. Сейчас попробуем решить. Мне написать, что мы сделаем паузу? Прям сюда, в чате. Они слышат. Нет, они не слышат. Да, пиши, да. Пять минут скажи. Тех перерыв. Тех перерыв, да. Попробуем решить проблему. Ну, не у всех, да, я смотрю, что... А мне ставить видео на паузу или нет? Нет, не надо. А, есть возможность на паузу? Да, наверное, поставить паузу. Только не забудь... Отсюда что-то. Вроде все... Коллеги, вроде все настроили. Если у кого не работает видео или звук, мы потом пришлем смонтированное видео, чтобы вы могли ознакомиться. Для остальных мы продолжаем наш вебинар сегодняшний. Готовится к выходу у нас новинка пока что под рабочим названием США вмешательства извне. Это сборник статей, авторами которого являются Николай Стариков, Делягин, Коровин, Марианна... Сейчас, извините, пожалуйста. Марианна Баконина, Вилли Вимер, Владимир Корнилов, Владимир Суханов, Александр Сосновский. Это книга-сборник статей о том, как США вмешиваются во внутреннюю политику других стран, таких как страны Ближнего Востока, Иран, Украина, Пакистан, Индия, Германия, азиатские страны. Книга получилась более исторической, чем публицистической. Авторы привозят исторические факты вмешательства США во внутреннюю политику других государств и показывают инструменты влияния США на внутреннюю политику других государств. Это информационное влияние, экономическое давление, военная агрессия, дипломатическое давление в том числе. И выход книги у нас ожидается в конце марта. Она будет интересна читателям, которые интересуются как современной публицистикой и геополитикой, так и более исторической литературой. У нас продолжается серия разведопрос. Продолжают выходить книги в серии разведопрос. Напомню, что у нас в четвертом квартале 2018 года вышли две замечательные книги. Это «Как нас обманывают СМИ» Сергея Ильченко и «По главному фарватеру эпохи» «От последнего паруса до первой ракеты» Светланы Самченко. «Как нас обманывают СМИ» Сергей Ильченко является журналистом с многолетним опытом работы в теле- и радиожурналистике. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных медиа, разбирает вместе с читателями актуальные примеры фейковых новостей, и раскрывает приемы, при помощи которых СМИ вводят в заблуждение читателей, телезрителей и радиослушателей. Книга у нас была представлена в ноябре 2018 года. Светлана Самченко «По главному фарватеру эпохи». В книге рассказывается история самых известных русских военных судов, начиная с середины XIX века и заканчивая серединой XX века. Это такие крейсера, как «Рюрик», «Пересвет», «Максим Горький». При написании книги автор задействовал многочисленные русскоязычные и иностранные источники. Она встречалась с моряками, которые вели службу на этих кораблях, а также с их потомками. Книга эта представляет собой не просто подробный обзор основных морских сражений конца XIX-начала XX века, в которых принимала участие Российская империя после Советский Союз, но и глубокий анализ развития военно-морского дела эпохи брони и пара. Также у нас ожидается новинка от автора Игоря Пыхалова «Польша. Гиена Восточной Европы». Эта книга посвящена русско-польским взаимоотношениям, начиная со времен Киевской Руси и заканчивая Второй мировой войной. Временами Второй мировой Игорь Васильевич Пыхалов, напомню, известный российский публицист, историк, автор книг, которые посвящены сталинской эпохе и деятельности НКВД СССР. Самые известные книги, которые у него выходили, это «За Сталина», «Великая оболганная война», «Берия» и «Чистка НКВД», «За что Сталин выселял народы». Книга эта у нас ожидается в конце февраля, в начале марта. Также хотелось бы напомнить о нашем еще одном абсолютном бестселлере «Битва трех императоров» Олега Соколова. Эта книга посвящена такому интересному периоду в нашей истории, как Первая война коалиции государств, которая возглавляла Российская империя против Наполеона. Олег Васильевич Соколов, напомню, историк, специалист по военной истории Франции. И в своей книге, извините, пожалуйста, эта книга, стоит сказать, что это переиздание 2006 года, существенно дополненное новыми фактами и документами, которые серьезно углубляют основные положения в исследовании наполеоновских войн. Книга построена на огромном количестве источников, как русских, так и французских, а также в книгу входят интереснейшие документы, которые ранее не были опубликованы. Например, дневник австрийского военного атташе барона Штутерхаймена. Также у нас продолжается серия «Тупичок гоблина». Это серия покетов, которые были собраны по материалам видеороликов одноименной программы Дмитрия Юрьевича Пучкова. В январе у нас вышла новинка «Актуальный марксизм», авторами которой являются Михаил Попов, Климжуков и Дмитрий Моисеенко. В книге авторы обсуждают, как знание и понимание марксистской теории помогает объяснить смысл проводимых сегодня реформ и как при помощи этих знаний давать точную научно обоснованную оценку этих реформ. Также у нас готовится к выходу книга «Святые 90-е», авторами которой также являются Михаил Попов и Дементий Павлуш. В этом покете, в этой книге авторы обсуждают события 90-х, как они повлияли на нашу современность, обсуждают, когда наступил переход от социализма к капитализму, какие партии проводили антигосударственную политику в свое время. Эта книга как раз-таки поможет понять при помощи тех событий нашу современность и определить, в общем-то, перспективы будущего развития России. Также за это время у нас вышли три новинки Эдуарда Лимонова и два переиздания. Это сборники статей и лекции о будущем, мрачное пророчество и азбука «Император и другие мнения». А также «Поваренная книга насекомых» — это сборник стихотворений Эдуарда Лимонова. Также у нас вышло два переиздания. Это «Палач» и «316.b». «316.b» — напомню, это первый роман «Антиутопия» автора, первый и единственный «Палач» в свое время, когда он только вышел на русском в начале 2000-х, разошелся тиражом миллион экземпляров. В дальнейшем также у нас ожидаются новинки Эдуарда Лимонова. Уже, наверное, во втором, в третьем квартале у нас выйдет еще одна новинка, которая называется «Философия подвига». Напомню, что у нас выходила новая книга Армена Гаспаряна, которая представляет собой всесторонний анализ возникновения и развития белого движения. В книге автор описывает и рассказывает историю белого движения в период гражданской войны в России, и раскрывает основные программные установки белых правительств, идеологию, социальную базу и отношения с Антантой. Книга будет интересна читателям, которые интересуются историей белого движения, а также поклонникам творчества Армена Гаспаряна. Напомню, что у нас выходила целая серия покетов, но немножко в увеличенном формате серия «Наш 20-й век», с авторами которого являются Армен Гаспарянги, Саралидзе и Дмитрий Куликов. Книга построена также на одноименной радиопередаче, на радио Вести ФМ. У нас вышло всего шесть книжек. Это «Оттепель», «Перестройка», «Эпоха застоя», «1917-й революция». Также книга одна посвящена была Второй мировой войне. Книжки достаточно интересные и недорогие. Всего 159 рублей ценой. Будет продолжение серии? Продолжение серии пока что не намечается, поскольку книги выходили основанные на материалах радиопередачи. То есть, если радиопередача потихоньку будет продолжаться, значит и будут разрабатываться новые покеты, будет разрабатываться новое наполнение покетов. Но пока что шесть книжек. Напомню, у нас выходила новинка и вообще дебют книга Андрея Светенко. Историка, журналиста, автора и ведущего многочисленных теле и радиопередач. Книга посвящена также революции 1917 года. В чем ее интерес, в чем ее новинка? Ее структура – это как дневниковые записи, через которые автор раскрывает события революции 1917-го не только с точки зрения политических каких-то событий, но и с точки зрения обычных будней этой революции. И последняя книга, которую мне хотелось бы вам представить, наша новинка и тоже дебютная книга Анны Шафраун. Она ведущая многих радиопрограмм. Она соведущая Владимира Соколова. Книга «Государство чести. Монархия. Будущее России». В котором автор, в общем-то, опровергает мифы и предрассудки, которые у нас связаны с монархической формой правления. Она задает такие вопросы в своей книге, как «Почему российское общество отказалось от монархии?» Применима ли монархическая форма правления в реалиях современных российских? Зачем мы продолжаем играть европейцев и американцев со своей демократией, если можем, в общем-то, вернуться к монархической форме правления? Книга была представлена у нас на нон-фикшн. Здесь по иллюстрации не видно, но на обложке, на передней сторонке обложки у нас вырубка. Книга выглядит очень красиво, с золотым тиснением. В общем-то, и все. Вот такой вот небольшой обзор новинок первого квартала 2019 года и наших топов, наших бестов третьего и четвертого квартала 2018 года. Если у кого-то возникли какие-либо вопросы касательно книг, я могу на них, в общем-то, ответить. Возможно, у вас есть вопросы, будут ли у нас еще продолжаться те или иные серии, или, может быть, у нас ожидаются новинки каких-то наших топовых авторов. Так, полный контакт. Там описка Соколов и Соловьев. Ой, да, извините, пожалуйста, да, была описка, вовремя не заметила. Если ни у кого нет вопросов, спасибо за внимание. Спасибо. Да, было приятно с вами пообщаться.